in my room это marketplace красивой мебели заказывайте тысячи товаров с доставкой в любой город а пока смотрите наше новое видео и вдохновляйтесь на переделки при этом my room рада снова вас видеть проходить меня зовут кача уланова я дизайнер интерьеров и вы уже встречались со мной на объекте похожей площади квартире 30 квадратных метров для молодого человека кстати этот ролик вы можете найти по ссылке в описании там много лайфхаков обязательно посмотрите а сегодня мы на другом моем объекте эта квартира для девушки которая живет за границей и иногда сдает эту квартиру в аренду поэтому здесь есть женский характер в интерьере и очень много универсальных решений которые подойдут каждому эта квартира находится в новом жк жк хедлайнер на 19 этаже откуда открывается потрясающий вид на реку и на весь запад москвы квартира была свободной планировки сложность была в том что она вытянута к окну и окно здесь всего лишь одно пожеланием заказчицы было совместить здесь спальню общую зону полноценную кухню и иметь много мест хранения а также ванную с множеством полок зеркал и в целом интерьер должен был сочетать себе современную классику но и элементы бюджетного дизайна так как как я уже сказала в процессе жизни мы решили что эта квартира она будет сдаваться и давайте откроем здесь все шкафчики и раскроем все секреты этой квартиры и так мы находимся в коридоре в котором включается свет с помощью датчика движения и дойдя примерно до середины помещения мы можем выключить этот датчик специальной кнопкой квартиры только сдалась поэтому здесь есть ряд моментов которые еще монтируются например кондиционер домофон а справа от меня располагается зеркальное панно который состоит из восьми частей и она специально нарезана и очерчена вот такой фаской для того чтобы здесь скрылась дверь в санузел а далее мы переходим в зону гардеробной и здесь у нас есть пуф столик и макияжный свет для того чтобы поправить макияж перед выходом и обуться эта стена у нас отделана полиуретановыми панелями которые мы одни из первых использовали для того чтобы сделать зигзагообразную стену здесь у нас есть внутренние и внешние углы и эта работа она выполнялась не быстро поэтому если решите делать что-то похожее в своей квартире убедитесь что у вас чуткие понимающие строители которые будут готовы несколько раз переделывать и перекрашивать вашу стену но здесь у нас все получилось и вы можете увидеть как красиво подчеркнул этот замечательный зигзаг наш интерьер в стиле современной классики эта стена отделяет наш коридор от зоны спальни и здесь я придумала такую зигзагообразную стену для того чтобы разбавить прямые линии таким образом у нас появилось две ниши в коридоре одна под макияжный столик и под такой интересный декоративный прием а вторая ниша у нас образовалась спальня таким образом мы добавили объем и свет этому помещению а также функционал все столярные изделия были сделаны на заказ по моим эскизом и вот эти полки вместе со шкафом они сделаны из натурального шпона подсвеченные несколькими сценариями освещения здесь для макияжа дальше для декора и переходим в шкаф у нас здесь подсветка самых красивых зон это ниша на входе и вот эти стеклянные полки здесь у нас находится больше четырех метров хранения как и хотела заказчица поместилась здесь абсолютно все здесь есть отделение и для длинной одежды и для одежды которые можно сложить и шкаф сделан под потолок что позволяет убирать туда какие-то сезонные вещи на входе у нас есть отделение для того чтобы повесить куртки также здесь спрятан щиток есть отделение для обуви ниша для того чтобы положить сюда сумки ключи ну в принципе скинуть себя ненужное на входе здесь находится отделение для длинной одежды на дверцах установлены механизмы push to open то есть открываются они от нажатия это было сделано для того чтобы спятать в узком коридоре все ручки далее у нас заканчивается скрытая часть и начинается витрина здесь можно повесить красивую одежду и вот это вот рифленое стекло оно очень красиво смотрится вечером когда выключается весь свет а сам шкаф он выглядит как фонарик за счет подсветки здесь у нас черная металлическая окантовка и рифленое стекло этот рельеф он повторяется как на стекле так и на стене напротив и заканчивается шкаф полками где можно сложить абсолютно все брюки джинсы а также у нас здесь есть секретик это сейф который монтирован в стену на полу у нас во всей квартире керамогранит и также установлен теплый пол который включается по зонам в этом же ка установлены двери от застройщика которые мы решили не убирать а сделать панель на заказ соответственно появилась белая глянцевая поверхность и осталась вот эта черная рамка которая в принципе перекликается со шкафом для того чтобы обуться у нас здесь есть маленький пуфик на который можно сесть и навести последние штрихи перед выходом из дома а его старшего брата вы увидите чуть позже кстати эти пуфы вы можете заказать на marketplace in my room мы переходим в основное помещение здесь вы сразу можете увидеть разность высоты потолков в достиной и в коридоре а также в зоне спальни это было сделано для того чтобы скрыть коммуникации вентиляцию а также обрамить основное помещение потолочным молдингом здесь у нас разместилась большая кухня с достаточной площадью рабочей поверхности так как нам удалось сэкономить на варочной поверхности разместив здесь всего лишь две комфорки заказчица не готовит сразу на четырех поэтому весь функционал кухни он остается но появляется такая большая белая поверхность на которую можно выставлять все продукты и вот как сейчас у нас здесь стоит декор здесь у нас металлический фартук который я подсмотрела в одном из ресторанов и мы долго думали как его воплотить в жизнь потому что готовые решения в основном мы не того формата которые нам подходила по длине и поэтому мы сделали его на заказ здесь больше двух с половиной метров абсолютно цельной поверхности тонкого листа металла сверху покрашен дополнительно глянцевой металлической краской то лесница сделана из искусственного камня здесь интегрирована мойка расскажу про наполнение кухня здесь все стандартно у нас есть над мойкой хранение для посуды дополнительное хранение для бакалеи здесь настроена вытяжка и там тоже есть хранение и еще дополнительные полки также под потолок мы вывели большую большую зону хранения в антресоле можно хранить кастрюли блендеры и какую-то крупную бытовую технику которая требуется не часто хозяйке здесь также установлен фильтр для питьевой воды дальше у нас полноценная посудомоечная машина отсек для приборов совмещенная свч и духовой шкаф это мое любимое решение для малогабаритных квартир совмещать два прибора в одном и выкатной ящик под сковородке холодильник у нас здесь маленького формата он совмещен с морозильной камерой это было осознанное решение мое и хозяйки в пользу экономии пространства увеличение площади рабочей поверхности и для того чтобы добавить этой кухне больше воздуха в холодильник вмещается стандартный набор продуктов который нужен человеку в повседневной жизни но конечно заготовки хранить в этом холодильнике не самая удобная вещь но наверное эта квартира и не приспособлена для таких нужд обрамляет эту кухню панель из шпона который повторяет цвет и фактуру шкафа который мы видели уже в коридоре а также на этих рифленых панелях у нас не остается следов от пальцев что очень удобно для хозяйки и многие спросят про то как ухаживать за фартуком который сделан практически из стеклянной поверхности открою вам секрет что все фартуки требуют ухода и после готовки абсолютно любую поверхность нужно протирать тряпочкой что собственно говоря здесь и делает жилец из зоны кухни мы попадаем зону столовой здесь у нас разместился такой компактный но при этом вместительный стол диаметр 1 метр я его искала довольно долго потому что у нас был ограничен бюджет но при этом нам хотелось элементов такой классики и легкости за счет прозрачной текстуры столешница такой стол может стать отличным дополнением вашего интерьера в теле современной классики я нашла его на маркетплейсе in my room кстати подписывайтесь на канал in my room tv и следите за их новинками эту зону мы подсветили вот такой интересной люстрой в акцентном золотом свете у окна у нас разместилась такая большая зона отдыха подушками и зарядками для телефонов и гаджетов где можно сидеть любоваться видом на москву на москву реку отдыхать и даже можно работать на планшете основание подоконника сделано из шпона это основание скрывает радиатор но также здесь есть доступ для того чтобы обслужить батарею и сделать уборку здесь у нас есть шторы которые абсолютно полностью блокируют дневной свет и можно спокойно спать даже при свете но не придрели качество хотела изначально планировку с кроватью у окна но судя по моему опыту работы с такими жека кровать устанавливать у окна нежелательно так как из окна очень часто дует и в любом случае даже если супер хороший стеклопакет температура у окна немного ниже чем во всем остальном помещении поэтому мы вышли из положения используя здесь мягкую зону где можно сидеть отдыхать а спать в зоне нашей спальни у окна размещен туалетный столик где удобно краситься используя естественный свет а также вечером можно включить освещение изначально это женская квартира поэтому очень было важно разместить полочки хранения для косметики и иметь такую зону для того чтобы привести себя в порядок а это вторая часть от пуфа который вы уже видели в гардеробной и здесь есть дополнительное хранение все стены в квартире выкрашены в белый цвет но это не чисто белый оттенок это так называемый of white то есть около белой оттенки они создают дополнительное пространство и свет также у нас здесь есть молдинги которые задают геометрию всему помещению до стены располагается диван по классической схеме напротив телевизора но компоновка не совсем классическая так как диван находится ровно по центру помещения кстати многие боятся устанавливать диваны не у стен там деле диван делят помещение на функциональные зоны а используя дополнительные источники освещения можно зонировать и сделать эту зону более приватные так что когда ты сидишь на диване у тебя складывается впечатление что ты абсолютно со всех сторон защищен данный диван раскладывается и кстати вы можете купить его также на marketplace in my room вы могли заметить что у нас на полу есть розетка она появилась здесь не случайно и обслуживает вот этот торшер провод которому идет под диваном зоне тв у нас также есть большой комод с хранением молдинги и вот такие бра которые служат и декором и дополнительным освещением темное время суток зоне дивана у нас также располагается ковер для того чтобы создать дополнительный уют так как во всей квартире у нас керамогранит а здесь у нас тепло мягко и уютно чтобы сэкономить пространство мы не стали использовать здесь классический журнальный столик напротив дивана но у нас есть интегрированный столик в этот торшер на котором также располагается беспроводная зарядка также есть отверстие для usb очень удобно смотреть телевизор пить кофе и ставить сюда чашку того чтобы разместить в этой квартире спальню я спроектировала нишу о которой рассказывала в гардеробной она имеет форму зигзага и и со стороны спальни образуется такая полка для книг и каких-то личных вещей кровать у нас стандартного размера 160 на 200 также в ней есть подъемный механизм и за изголовьем кровати установлены розетки выключатели света и вечерней подсветки для того чтобы было комфортно спать на окнах у нас есть шторы с системой блокаут который абсолютно блокирует дневной свет также мы можем закрывать зону спальни вот этой шторкой здесь может отдыхать человек а свет в помещении гореть им не будет ничего видно зоне спальни у нас есть не только хранение но еще и вентиляция спальня у нас натяжной потолок также как во всей остальной квартире и есть отсылка к молдингом которые мы использовали на остальных стенах и вот мы открываем зеркальную дверь в коридоре и попадаем в санузел здесь установлена скрытая дверь она выкрашена в цвет потолка для того чтобы расширить это пространство и скрыть соответственно коробку двери здесь мы использовали несколько приемов в отделке первое это покраска стен второй это отделка керамогранитом разных текстур есть у нас рифленая поверхность и поверхность под мрамор сверху установлена система хранения которые служат обрамлением коммуникационных систем дверцы этого стеллажа сделаны в цвет керамогранита это было сделано для того чтобы сэкономить так как керамогранит имел стоимость в два раза больше чем пленка которой мы обнесли эти фасады здесь у нас также образовалась ниша с подсветкой которые регулируются по степени освещения можно сделать такой яркий свет нарядный и более приглушенный для принятия ванны ванна у нас отдельно стоящая с напольным смесителем и к унитазу у нас здесь есть дополнительный гигиенический душ зоне раковина она сделана столешница из акрилового камня с интегрированной раковиной под столешницей поместилась стандартная стиральная машинка а сверху у нас установлено зеркало для макияжа с подсветкой ну и третий способ оформить стены это зеркальные панели они же зеркальная плитка они прекрасно расширяют пространство и поддерживают наш интерьер современной классики серый цвет у нас присутствует в отделке стены на потолочной люстре а также на фацете зеркальной плитки таким образом он становится нюансом в бело-бежевой гамме на этом у меня все надеюсь вам понравилось до новых встреч пока пока